Всем привет, кто любит пчел. Все чаще мне в комментариях пишут, пропали пчелы из Улья. Опять случился осенний слет. Так вот, опять я вернусь к этой теме, о которой рассказывал два года, потому что у меня тоже пчелы слетали. Я искал причину, вроде как нашел, и теперь у меня два года пчелы на месте. Никто никуда не девается, и в прошлом году все пчелы остались на месте, хотя по округе у нас очень у многих пчеловодов пчелы осенью из Улья пропали, как корово языком слезало. Так вот, в продолжение этой темы, почему улья остаются без пчел, расскажу вам одну простенькую истину, которую, в принципе, можно найти в книжечках по пчеловодству. Она называется, почему в зиму у северных пчел сильными считаются семьи 10-12 рамок, а у южных семей сильными считаются семьи 7-8 рамок, то есть практически на килограмм пчел меньше. Вот почему так? Если вы откроете книжечку по пчеловодству, или спросите вот в этой наглой пчелы, почему так, то она вам ответит. Все это связано с тем, что в южных регионах очень долго держится теплая погода осенью, и пчелы имеют возможность вылетать из Улья. И вот этот вот лед из Улья, пчел, в то время, когда они должны уже спать, а сейчас 15 октября, и наши пчелки в лютое советское время, в это время, мы уже ходили в валенках, а пчелки давно уже спали в Ульях. Так в это время у нас по 19 градусов тепла, и пчелы могут летать. Так вот этот лед пчел осенний, как раз и приводит к тому, что семьи южные очень сильно ослабляются. Притом это началось не вчера, не сегодня. Это рассказано еще в старых советских учебниках. Стандартно пчелиные семьи. Сильная пчела в северных регионах 10-12 рамок, семья сильная, потому что пчелы там осенью не летают, но за счет теплых, скажем так, осенних периодов, которые случаются в южных регионах. В южных регионах стандартно зимовалую сильную семью 7-8 рамок. И в результате в конце сентября, в начале октября вы можете в Улье не обнаружить пчел. Мед остался, улей пустой, пчел нет. Или осталась горстка пчел с маткой. Так вот, первое, это теплая погода, которая способствует лету пчел, которые летают на воровство, на сбор воска, сбор пыльцы, которые им уже сейчас практически не надо. Пыльцу они сейчас не носят, но им сейчас надо воск. Вот они рыщут, где найти воск, где найти семью какую слабую, чтобы ее разбить. И если посмотрите статистику и комментарии пчеловодов, которые жалуются на слеты, то обнаружите, что обычно слетают сильные и средние по силе семьи. А слабые семьи, как ни удивительно, не слетают. Хотя по логике, конечно, слабые семьи должны были бы разбить при нападе первыми. Но почему-то слабые семьи остаются, а сильные и средние из Улья пропадают. Почему так случается? Все дело в том, что у слабой семьи нету летной пчелы. А значит некому летать. Некому летать, значит нету разведчиц, значит они не беспокойны. Слабая семья сидит себе в Улье и думает, как ей пережить до весны этот сложный зимний период. И никуда не рыпается. А вот семьи средние и особенно сильные по силе имеют много летной пчелы, которая может летать. Ей в Улье не сидится. Она летает на разведку, ищет где чего украсть. Где-то чего-то украла, прилетела в Улье, рассказала, мобилизировала пчел и полетели воровать. Ну а воровство это война. А на войне, как известно, есть потери. И пчелы гибнут. И вот таким вот способом у вас потихонечку может растаять за несколько дней хорошая, сильная или средняя семья. Ну и к тому же в это время, когда уже матки прекратили яйцекладки, пчелы утрачивают свою индивидуальность. О чем я всегда рассказываю. В это время пчелы не склонны к дракам. Вот если летом какая-то чужая пчела пытается проникнуть в леток, то ее тут же очень сильно бьют и могут забить насмерть. А вот осенью такого не происходит. Чужая пчела прилетает на леток, а пчелы, хозяйки, ее не убивают, а стараются оттянуть от улья. Тянут за крылья, за лапы, обнюхивают, но не жалят ее. Потому что осенью поведение пчел очень сильно меняется. Они и к маткам лояльны, они и к другим пчелам тоже лояльны. Потому что нету своей ярко выраженной индивидуальности. Нету открытого расплода. Поэтому в это время может процветать тихое воровство, так называемое. Когда воровство идет, чужие пчелы шастают по улью, но вы этого не увидите. Потому что все это происходит спокойно. Вроде как семья летает. Никаких драк на летке нет. Но вот дело в том, что сейчас пчелам летать некуда. Поэтому летать они не должны. И если в это время осеннее видите, что какая-то семья начала понемножечку летать, ну вот готовьтесь. Значит через несколько дней от этой семьи ничего не останется. Как этого всего избежать? Вот какая пчела наглая высунулась из летка и смотрит на меня бесплатно. В прошлом году я применил метод закрытия летков. И это, я вам скажу, очень сильно мне помогло. Я чтобы их не закрыл, то тоже был бы без пчел. Так вот и в этом году я летки закрыл. Минус этого метода в том, что пчелы все-таки видят свет в светлое время суток и стараются из улья вылезти. И они вот внизу, скажем так, заслонки металлической прогрызают летки. Поэтому я регулярно хожу и вот эти вот щели, которые они прогрызли, замазываю пластилином, чтобы туда не ходили вороки. Ну и свои пчелы, чтобы туда не ходили. Пчелы должны в это время сидеть в улье. Вон их сколько налетело. Это все чужие пчелы. Не мои. Слышат запах чужой семьи и тут же стремятся зайти в ульи, чего-нибудь да украсть. В закрытии летков ничего страшного нет. Можете сами попробовать, убедиться. Попробовать на нескольких семьях, как это будет. В прошлом году я семьи закрывал. Они у меня сидели месяц с закрытыми, пока не наступили холода. И ничего страшного. Я вам скажу, те пчелы, которые были закрыты, по силе весной оказались гораздо сильнее, чем тем, которые были открыты. Вот вам и все слеты до копейки. Потому что тоже я занимался той ерундой, которую занимается в интернете. Там и клещ, и болезни, и все такое. Провел ряд экспериментов. Все я на канале выкладывал. Можно посмотреть. Некоторые семьи я от клеща вообще не обрабатывал. И они благополучно перезимовали. Да, заклещеванные были, но тем не менее, клещ их за зиму не убил. И клещ семью убить не хочет. Потому что если он убьет семью, то и сам погибнет. А это не в интересах клеща. Поэтому клещ наносит урон семье, но не критический. И вообще, заклещеванные семьи, даже сильно заклещеванные, как показывает практика, до Нового года точно живут. Вот после Нового года могут пропасть. А до Нового года живут практически все семьи. Больные, заклещеванные. А слет случается именно вот в сентябре, октябре и ноябре месяце. А это уже мои пчелы. Где-то нашли дырку и вылетели. Где-то прозевал я дырочку, не замазал. Но свои пчелы, как видно, приходят с пыльцой. Это видно сразу. Это не чужие пчелы, это свои. Принесли обножку. Чужие пчелы с обножкой вулей не прилетают. Ну а сегодня было вот такое видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, все равно ставьте лайки. Потому что я жадный до лайков. Не забывайте подписываться. Ну и все-таки, я думаю, если у вас случились слеты, рискните закрыть свою пасеку. Закрывайте ее на глухолитки. И открывайте их раз в пять дней, чтобы дать пчелам возможность облететься. Потому что чем позже пчелы облетятся, тем лучше они тогда зимуют.